О главных событиях прошедших будней расскажем сегодня в программе «Неделя города». В студии Екатерина Зубкова. Здравствуйте. Могилевскую область с рабочей поездкой посетил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Он сообщил информацию о ряде уголовных дел, находящихся в производстве ведомства и провел личный прием граждан. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич 30 ноября в ходе рабочего визита в Могилевскую область провел личный прием работников предприятия «Могилевхимволокно», перед этим ответив на вопросы СМИ по некоторым уголовным делам, которые находятся в производстве ведомства. В частности, внимание было уделено трём громким делам, по которым ведется или велось следствие. Первый из них – несчастный случай, который произошел 1 ноября в недостроенном и неэксплуатируемом частном доме в микрорайоне «Спутник». Тогда на двоих детей обрушилась железобетонная плита перекрытия. С тех пор вокруг этого дела разрослось множество слухов, в том числе и о том, что виновных так и не удастся привлечь к ответственности. Не знаю, насколько имеют под собой основу эти слухи, о которых вы видите разговор. Следствием принимаете все возможные меры для того, чтобы определить круг виновных лиц как в неосторожном причине смерти, так и в служебной халатности со стороны должностных лиц Могилевского городского исполнительного комитета. В этой части нами дополнительно возбуждено уголовное дело по статье 468 УК Республики Беларусь «Служебная халатность». Оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц, поскольку несколько человек за период времени с момента строительства дома, и до момента происшествия исполняли обязанности, ненадлежащего органа исполняли обязанности, в результате чего в том числе произошел этот несчастный случай. Еще одно громкое дело – попытка ограбления банковского отделения в Могилеве 20 ноября. Теперь виновному лицу вменяется совокупность преступлений, разбой и захват заложников. Будет ли еще какая-то дополнительная квалификация его действий напрямую зависит от результата экспертиз, в первую очередь баллистической. В настоящий момент какой-либо сложности в расследовании это дело не представляет, несмотря на то, что виновное лицо пока не дает показаний. Собран уже целый комплекс доказательств, благодаря которым за достаточно короткий срок расследование планируют завершить и направить в суд. На такой же стадии, стадии завершения, находится и дело Белого легиона. Разбирательства по нему начались в марте, накануне Дня воли, к которому, по заявлению президента, готовились провокации несколькими десятками задержанных боевиков. После этого начались и другие задержания. По делу о подготовке массовых беспорядков проходили 35 человек. 20 из них обвинялись также и по статье о незаконном вооруженном формировании. В июне КГБ прекратил уголовное преследование фигурантов дела о беспорядках, а расследование о вооруженном формировании передали Следственному комитету. 27 ноября следователям принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов по делу и прекращении самого расследования уголовного дела. Мы полагаем, что в этом деле поставлена точка. Уголовное дело направлено прокурору для изучения и оценки законности принятого решения. Все фигуранты по делу в настоящий момент начали ознакомление с постановлением о прекращении, ну и с материалами дела про их подальность. После общения с прессой председатель Следственного комитета Иван Носкевич вместе с председателем Могилевского горосполкома Владимиром Цумаревым и другими участниками личного приема граждан выслушали работников предприятия «Могилевским волокно» и ответили на волнующие их вопросы. Подобные приемы и прямые линии проводятся постоянно. Узнать о времени и дате очередной возможности получить отклик на существующую проблему граждане могут на официальном сайте Следственного комитета. Могилевскую область посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Республике Беларусь господин Ким Йенгхо. Посол принял участие в торжественном открытии Дней корейского кино, а также побывал на крупнейших предприятиях Могилева. Могилев посетил посол Республики Корея в Беларуси. В рамках своего визита он встретился с губернатором области Владимиром Доманевским. Это второй официальный визит посла. Основная цель приезда – поиски новых путей сотрудничества и укрепление связи между двумя странами. Во время встречи, которая состоялась в Могилевском облсполкоме, губернатор области ознакомил гостей из Кореи с промышленным, экономическим и социальным потенциалом Могилевского региона, отметив основные преимущества сотрудничества и ведения бизнеса на территории Приднепровского края. Мы надеемся в ближайшее время обменяться полной информацией и уже на ближайшем экономическом форуме, 10-м международном инвестиционном форуме в Могилеве летом следующего года, мы надеемся уже рассмотреть не просто направление, но и уже поговорить о конкретных проектах, которые могут быть реализованы. В свою очередь посол Кореи выразил намерение расширить рабочие контакты на региональном уровне и открыть новые возможности для сотрудничества не только в области торговли и промышленности, но и также в сферах культуры, туризма и образования. Я считаю, что Могилевская область действительно имеет очень большую потенциальность в сфере туризма и также имеет границу с Российской Федерацией. Поэтому если есть необходимость как можно больше рекламировать туристическую потенциальность Могилевской области, другим государствам, и через это я думаю, что Могилевская область может добиться большого успеха в сфере туризма. В рамках визитов посла в кинотеатре «Родина» торжественно открылись Дни корейского кино. В фойе зала развернулась фотовыставка, где можно увидеть и оценить всю красоту природы и архитектуры прекрасной страны Кореи. Также на протяжении трех дней в кинотеатре пройдут показы кинолент современных режиссеров, которые познакомят могилевчан с культурой, традициями и кинематографом Кореи. «Фотографии, которые мы сегодня решили показать, это природные пейзажи Кореи, также культурные достопримечательности представительственные. И я подумал, что для жителей, которые поживают в Могилеве, им нет возможности увидеть таких крестных достопримечательностей и пейзажей, поэтому решил специально сегодня открыть такую специальную фотовыставку». Во время двухдневного визита гости из Кореи посетили технологический парк Могилева и предприятие «Могилев Тлифтмаш», где провели переговоры с руководством и знакомились с потенциалом Могилевского региона. Торжественное перезахоронение останков воинов-защитников Отечества состоялось на территории мемориального комплекса «Лагерь смерти». Подробности в нашем сюжете. «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». Это крылатое выражение, произнесенное русским полководцем Александром Суворовым, сейчас является своеобразным призывом к действию для поисковых отрядов, стремящихся предать земле останки павших воинов, защищавших родную землю. Один из многочисленных результатов таких действий – перезахоронение останков воинов-защитников Отечества, которые отныне будут покоиться на территории мемориального комплекса «Лагерь смерти» в Могилеве. Частыми стали события, когда останки воинов-погибших мы захораниваем для того, чтобы память жила, для того, чтобы души обрели покой, так как это заведено по нашим славянским традициям. Перезахоронены на территории мемориального комплекса останки, обнаруженные при раскопках по улице Челюскинцев и проспекту Димитрово. Никаких документов обнаружено не было, и потому имена солдатов остаются неизвестными. И сегодня мы собрались отдать воинские почести, дать христианские почести дум неизвестным солдатам. Мы не знаем, откуда они, какой национальности, нам это не важно. Нам важно, что они защищали нашу с вами родную землю. Об этом мы будем помнить, и пока мы помним, они для нас живы, и жив для нас их подвиг. По словам военного комиссара города Могилева и Могилевского района, полковника Владимира Белюся, на Могилевской земле погибли более 11 тысяч красноармейцев. Имена 2,5 тысяч увековечены в мемориалах памятников. А значит, работа предстоит еще очень большая. Столько людей погибло, а сколько их лежит еще, а сколько не найдено. Давайте вместе будем искать. Есть великолепные сайты ОБД-мемориал, в которых можно найти своих родственников, в которых можно вернуть домой. Есть великолепный праздник у нас, один из самых лучших праздников, 9 мая. Берите деток своих за руки и идите в этот праздник на воинское захоронение. Просто на места боев, несите цветы, пусть они утопают в этих цветах. Спасибо вам большое за память. Работа поисковых отрядов очень важна. С их помощью удается узнать имена многих погибших, вернуть их на родину, которую они защищали. Однако хочется надеяться, что в будущем все мемориалы военных лет станут напоминанием не о недавнем, а об очень далеком прошлом. Анастасия Томышева, Леонид Сикорин, Второй канал. В преддверии Международного дня инвалидов в Могилеве прошло немало культурных мероприятий. Концерты, выставки, фестивали, на которых люди с ограниченными физическими возможностями демонстрировали неограниченные творческие способности. Фестиваль творчества инвалидов прошел в Могилеве. На сцену Могилевского областного театра «Кукол» вышли показать свои музыкальные и танцевальные номера, а также театральные постановки и представители районных и городских обществ инвалидов. Фестиваль творчества приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря. Сегодня прошел точно такой фестиваль в Октябрьском районе. Это фестиваль Ленинского района и городское мероприятие. Поэтому здесь участвуют творческие люди, творческие люди с ограниченными возможностями, которые сегодня готовы показать, рассказать о своих возможностях, то, что они делают. Фестиваль творчества стал уже традиционным в нашем городе. На протяжении 10 лет в рамках мероприятия на сцену выходят все те, кто хочет показать и доказать, что инвалидность – это не приговор. Я полуфиналистка чемпионата мира и чемпионата Европы по спортивным танцам. И вот сейчас проходил фестиваль союзного государства. Вместе мы сможем больше. У меня лауреат второй степени по номинации хореография. Для меня важность заключается в том, чтобы показать людям, что жить можно не только в коляске, говорится, можно полноценно жить. И донести до общества о том, что инвалиды – это не просто какие-то ущербные люди, которые, как многие считают, что они такие же полноценные члены общества, как и все остальные, которые могут наравне со всеми достойно выступать и занимать призовые места. В Могилеве по состоянию на 1 октября проживает почти 19 тысяч человек, имеющие группу инвалидности. Из них – 908 детей. И все они стараются показать, что с инвалидностью можно жить. Многие из них участвуют в культурных и спортивных мероприятиях районов, городских праздников, проводят выставки, выступают на концертах. Мы постоянно взаимодействуем с такими людьми. У нас есть Центр социальной защиты Пленинского района, у нас есть несколько филиалов, которые мы открыли в том числе и в прошлом году. У нас три таких центра. Мы постоянно организуем различные мероприятия, начиная с спортивных праздников, заканчивая различными фестивалями. У нас работают кружки различной направленности. От домоводства заканчивая гимнастическим залом, шахматы, дартс, нарды. Все, что мы можем делать, мы это делаем. В рамках фестиваля каждый присутствующий смог увидеть, как творчество и искусство может объединить людей. И не важно, что это – танец, песня, поэзия, подделки своими руками. Вместе они очередной раз доказывают, что они есть, и они могут проявить себя в любом виде искусства наравне с другими. Также в рамках Международного дня инвалидов в выставочном зале открылась выставка работ людей, которые занимаются творчеством в дневном отделении пребывания для инвалидов Центра социального обслуживания населения Ленинского района. Свои дорогие сердцу работы представили 20 талантливых людей, имеющие группу инвалидности. Выставочный зал нам предоставили место для выставки работ наших ребят. Выставка здесь организовывается впервые такого плана. Наши ребята очень-очень довольны, что их работы увидят все-все-все, кто сюда приходит. На сегодняшний день в отделении дневного пребывания для инвалидов числится 90 человек. Кто-то пришел в центр совсем недавно, кто-то занимается уже много лет, но всех их объединяет одно – они хотят подарить свое творчество и миру, вкладывая в свои работы всю душу и любовь. Я уговаривала и упрашивала посещать отделение. Почему? Потому что многие обучались на дому, они никуда не выходили, они были только в своей семейной обстановке, атмосфере. И когда стали приходить, конечно, было всякое, тяжело, они не адаптировались к обществу, сейчас вы посмотрите, какие, но здесь приходят, они находят действительно, как они говорят, дом, а некоторые даже не номер два, а номер один. Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, создавая свои работы, их талантом нельзя не восхититься. В арсенале мастеров нитки, пластилин, бисер, шерсть, батик. Из всего этого они создают настоящее произведение искусства. Это первая моя работа, моя первая. А из чего она? Ниткография, из ниток. А вам нравится? Да, да. А чем нравится? Когда перехал центр, мне сразу понравился. А много у вас работ уже? Первая работа. Работа тоже мне нравится, очень такая. Японского селья, она тут сидит, ну, сказать, как королева. Это вот эти тигров, это укротительница. Столько подборов тонов, ниток, все. Это надо, тоже надо иметь с фантазией. Плохая вещь, я рисую пальчиками. Это называется абстракция. А что это вы такое нарисовали? Это верблюд пустыня. Одна из особенностей выставки в том, что некоторая работа участников экспозиции выставлена на благотворительность. Их можно будет приобрести в выставочном зале на протяжении целого года. А полюбоваться работами начинающих мастеров можно будет до 1 января 2018 года. Алина Абабурка, Леонид Секольин, Второй канал. Открытый студенческий фестиваль «Палитра творчества» прошел в Белорусско-Российском университете. На протяжении трех дней творческая молодежь из высших учебных заведений Беларуси и России демонстрировала свои таланты. Талантливых молодых студентов высших учебных заведений Брянска, Смоленска, Тулы, Горок, Могилева и Бреста, а также учащихся колледжей областного центра собрал традиционный конкурс талантов «Палитра творчества». От небольшого песенного конкурса за несколько лет фестиваль вырос до масштабов студенческого форума, который из года в год объединяет талантливую молодежь из союзных стран. Фестиваль дает возможность реализовать свои творческие способности независимо от получаемой специальности. Особенность нашего фестиваля в том, что в нем принимают участие только студенческие коллективы, именно те ребята, специальность которых не связана с получением специальности по хореографии, по вокалу, по театральному мастерству. И поэтому здесь есть такая возможность показать все свои творческие способности на сцене, поучаствовать, посоревноваться, поделиться опытом, завести новые творческие контакты. Это здорово. На три дня Белорусско-Российский университет станет сценической площадкой, где свои таланты продемонстрируют участники творческого фестиваля. В первый день молодежного форума ребята покоряли членов жюри своими вокальными данными. «Мы решили попробовать свои силы в этом году в нашем новом составе. Будем надеяться, что результаты у нас будут хорошие, а впечатления у нас самые положительные». «Участие в конкурсе – это новые возможности, новые идеи, посмотреть на творчество других людей и попробовать себя в чем-то новом». «В прошлый раз третье место удалось занять. Очень понравилось. И само мероприятие – то, что команды сильные, и конкуренция хорошая. И стараемся выкладываться по полной». Также блеснуть своим мастерством участникам предстоит в конкурсе современного эстрадного танца и театрального конкурса «Театр плюс». Ярким аккордом фестиваля талантов станет фотоконкурс, который объединит молодых людей, где каждый представит свои работы на тематику грани науки. Жюри будет оценивать не только исполнительское мастерство участников, но и технику, артистичность, музыкальность, постановку танца и соответствие сценическому образу. Все это сыграет важную роль в определении лучших конкурсантов. Завершится фестиваль «Палитра творчества» гала-концерта, на котором будут подведены итоги и награждены победители. Вероника Дробышевская, Леонид Сикорин, Второй канал. В Могилеве пройдет республиканский конгресс «Мама.Пром». Уникальность этого мероприятия в том, что будущие и состоявшиеся родители впервые на одной площадке смогут встретиться и поговорить с представителями родильных домов Могилева. О чем еще можно будет узнать на конгрессе, рассказали его организаторы. В Могилеве 9 декабря пройдет республиканский конгресс «Мама.Про». Торжественное открытие масштабного форума состоится в гостинице «Турист». На пресс-конференции, посвященной этой теме, ведущие специалисты сферы здравоохранения и организаторы подчеркнули значимость мероприятия. Впервые конгресс объединит на одной площадке будущих мам и родителей, которым представится возможность поговорить с представителями родильных домов Могилева и врачами-гинекологами. Впервые на одной площадке целый день будут общаться доктора, с которыми мамы будут встречаться на этапе беременности, родов, будут общаться на актуальные для мам вопросы. Не только беременности и родов, но и ухода за ребенком, каких-то определенных аспектов здоровья ребенка. Это очень важно как для мам, так и для нас, представителей системы здравоохранения. На один день Могилев станет местом встречи, где высококвалифицированные специалисты смогут обменяться опытом, обсудить вопросы ведения беременности и возможности улучшить свои коммуникационные навыки в системе врач-пациент, а также лично пообщаться с участниками мероприятия. Будут подняты основные тенденции сегодня. Это партнерские роды, вертикальные роды, варианты естественных родов. То есть мама очень любит эти темы, мы обязательно их затронем. Также будут подняты вопросы подготовки к беременности, вообще ведение беременности, ухода за малышом, когда мама после родов один на один с малышом, ей кажется, она все знала, а сейчас реально нужно применять на практике полученные знания. Вот мы их будем отрабатывать. В качестве спикеров на форуме выступят врачи, акушеры, гинекологи, анестезиологи, ренематологи, специалисты по грудному вскармливанию и педиатры. Также на специально оборудованных зонах пройдут мастер-классы. Здесь участники получат необходимые знания и навыки по уходу за малышом. Участие в мероприятие бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума www.mamapro.by. Заключительным этапом Республиканского конгресса станет День открытых дверей в родильном отделении Могилевской больницы номер один. Организатором мероприятия выступило информационное, социально-благотворительное учреждение помощи детям и семьям Baby Story при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси. Вероника Драбушевская, Ленин Секорин, Второй канал. А в областном центре творчества собралось около 280 спортсменов для участия в традиционном первенстве по плаванию. Соревнование собрало лучших юных пловцов не только Могилевщины, но и других городов Беларуси. Ежегодно открытое областное первенство по плаванию собирает все больше юных спортсменов из разных регионов Беларуси. В этот раз в соревнованиях приняли участие 10 команд, среди которых участники из Могилева, Бобруйска, Быхова, Жлобина, а также из городов Минска и Гомельска областей. Идет как бы обмен опытом, как и везде. Дети сидят, смотрят, какая техника, берут для себя что-то самое лучшее и стараются быть сильнее. Я считаю, что это самая лучшая агитация для плавания, для того, чтобы больше детей занимались этим видом спорта. Ну а от этого идет и здоровье, и все остальное. В областном первенстве участвуют ребята, которые проходят по своим показателям к кандидатам и мастерам спорта, а также дети, которые делают свои первые шаги в большом спорте. Именно такие соревнования помогают тренировать командный дух. Несмотря на столь юный возраст, те участники выглядели сдержанно и старались не показывать свое волнение и переживание. Я еще в том году участвую, а на общих соревнованиях первый раз. Второй я уже более привыкал, мне было нормально, а сейчас хорошо. Думаю, нормально пропула. Довольны? Думаю, да. Юные пловцы соревновались в таких дисциплинах, как 50 метров на спине, 50 и 100 вольным стилем, брасом, а также в технике батерфляй. Участие в соревнованиях такого масштаба помогает развивать у детей как чувство соперничества, так и сопереживания. Помогает научиться работать в команде и приобрести опыт. А поддержка родителей и тренеров помогает всегда помнить, что победа не главное, главное участие. Вероника Дробышевская, Леонид Секорин, Второй канал. Ежегодные соревнования по плаванию «Веселый дельфин» состоялись в городской детской и юношеской спортивной школе. Лучшие пловцы по итогам состязания были отобраны в команду Могилевской области для участия в соревнованиях уже республиканского уровня. Первенство Могилевской области по плаванию прошло на базе городской детской и юношеской спортивной школы в рамках соревнований «Веселый дельфин». Эти состязания ежегодны и каждый раз помогают выявить все больше талантов и привлечь новых сторонников спорта среди подрастающего поколения. Дети должны заниматься спортом. Прежде всего, их надо отвлечь от улиц, их надо отвлечь от компьютеров, от тех гаджетов, которые мы сейчас предложили им в полном объеме. Поэтому очень важно им тренироваться, а результат всех тренировок – это, конечно, соревнования. В соревнованиях продемонстрировали свою силу и выносливость учащиеся спортивных школ из городов и районов области. Девочки 2005-го и мальчики 2003-го готов рождения и моложе. Дистанции – 400, 200 и 100 метров. Уставшие и отдавшие все силы, ребята все же наслаждаются соединением с одной из сильнейших стихий природы, а также возможностью продемонстрировать свою выносливость и плоды упорных ежедневных тренировок, результат которых однажды может поставить их в ряды знаменитых спортсменов не только Беларуси, но и мира. Ну, конечно, если ребенок приходит в бассейн, можно увидеть, что ребенок талантливый. Но в дальнейшем слагаемые, конечно, это усилия ребенка, трудолюбие его и тренерские усилия. Если это все слагается, то, конечно, результат будет. Если есть талант, нет усилий, то, конечно, тоже ничего не получится. Первенство проходит на базе городской детско-юношеской школы в течение трех дней. По итогам очков, набранных на трех дистанциях, ребята будут отбираться в сборную команду Могилевской области для участия в республиканских соревнованиях «Веселый дельфин», которые пройдут 19 декабря в Гродно. На сегодня это все. Уважаемые телезрители, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособакотв2.by. Все видеоматериалы программы «Неделя города» доступны на нашем сайте в официальной группе ВКонтакте на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город! Продолжение следует...